Приветствую вас, друзья! С вами Прохоровская Светлана. Это видео о том, какие фотографии на Etsy не должны быть, что значит ужасные фотографии в моем понимании. Я с вами этим делюсь. Но начинаем мы с вами с прекрасных, красивых фотографий. Почему патчворк? Потому что недавно я делала консультацию по патчворку, и у меня осталось много материалов, и я самым главным делюсь с вами. Вот здесь я считаю очень красивые и привлекательные фотографии, которые будут приводить клиента в ваш Etsy-магазин. Это на примере этой как бы отрасли и направления. А вот здесь номер два, да, как нельзя фотографировать свои изделия. Посмотрите, какой фон. Посмотрите, приведет ли по сравнению с первой фотографией, да, первым потоком. Вот именно как бы эти фотографии в ваш интернет-магазин захотят ли люди такое покупать. Номер два фотографии. Вот здесь очень тоже не сильно качественно сфотографированы. Покрывало непонятно, неясно, и тоже свет очень некачественный. Обращаем на это внимание, если есть хорошая композиция, а здесь в некоторых местах фотокомпозиция интересная, хорошая, красиво смотрится, например. Нужно подредактировать или дождаться хорошего света, либо сделать хорошее освещение, либо в дальнейшем поработать с фоторедакторами. Не забудьте, это обязательно. Вот этот пример, номер 4. Как вообще нельзя выкладывать фотографии в любой интернет-магазин? Посмотрите, фотографии полностью размыты. Я думаю, что такая фотография еще и в единственном экземпляре вам, клиентам, не принесет и не приведет и не даст. Вот здесь еще тоже очень небольшой нюанс. Может для кого-то покажется, что здесь четкие фотографии больших покрывал, на самом деле. Здесь очень большая опасность. Эти покрывала, как правило, должны быть не на полу, а они должны быть на кроватях. Если ваше изделие должно быть на кровати, то не кажется вам, покупателю понравится покупать изделие в 850 долларов, которое у вас разместилось на вашем коврике. Поэтому будьте внимательны, как вы фотографируете, как вы преподносите свои товары, изделия для ваших покупателей. Понятно, что самый лучший вариант, если мы говорим о петчерке, это изделие в кантри-стиле. Это привлекает, скажем так, людей, которые уже отдыхают после работы вечером или укрывают детей. Или не только в доме, не только покрывало, они как покрывало для кровати используют, но также еще на улице. Поэтому будьте внимательны, фотографируйте свои фотографии, делайте привлекательными и создавайте фотокомпозиции. Используйте природу, делайте их интересными для вашего потенциального покупателя. Пусть ваши фотографии являются связующим звеном между вами и вашим Etsy-магазином. Если у вас есть вопросы, задавайте под этим видео. С вами была Прохоровская Светлана. Удачи вам во всем и до встречи в следующих видео. А свои вопросы напишите под этим видео ниже.